Сахибе Негаматова 87 лет. Ветеран труда имеет третью группу инвалидности. Пенсионерка первая, кто пришла за помощью в решении своей проблемы на прием граждан. Она нуждается в санаторно-курортном лечении, но льготную путевку получить не может. Все потому, что когда-то написала отказ в пользу денежной компенсации. Разобраться в вопросе помог руководитель местного управления пенсионного фонда. Сахиба Негаматова, в связи с как инвалид третьей группы, деньгами получаете. Чтобы право на путевку, чтобы встать в очередь, чтобы право на путевку у вас было, вам нужно к нам прийти в пенсионный фонд, к нам прийти в клиентскую службу, в кабинет номер 9. Там напишите заявление на отказ от путевки, на отказ от денег в пользу путевки, чтобы возобновить получение путевки. На территории Новонезикитовского сельского поселения проживает самое большое количество в районе пожилых людей. 35% всего населения – это люди преклонного возраста. Из них один участник Великой Отечественной войны, три вдовы и 40 тружеников тыла. Работа с данной категорией граждан ведется активно, поэтому и вопросы, которые задавали жители, в основном касались изменений в пенсионном законодательстве. У нас действует районная программа «Старшее поколение». Наши пенсионеры активно участвуют во всех мероприятиях. Будут это спортивные, будут это культурно-массовые. Ни одно мероприятие не остается без их внимания, и они занимают обязательно призовые места. При учреждениях существуют какие-то для них интересные клубы, лягушки? Да, у нас на территории четыре клуба работают. У каждого клуба есть свои кружки. И именно к старшему поколению относятся многие из них, и они самые активные участники. В Краснокамском районе выездные приемы граждан начались в преддверии празднования 74-й годовщины Победы Великой Отечественной войне. Главная их цель – привлечь внимание специалистов различных ведомств, проблемам участников и инвалидов войны, членов семьи погибших, а также тружеников тыла и ветеранов. И, по словам организаторов, за семь лет подобной практики есть свои результаты. Значительная часть обращений ветеранов касается вопросов улучшения жилищных условий, ремонта жилых помещений, здравоохранения, оказания материальной помощи и пенсионного обеспечения. Вопросов немного. Некоторые из них решаются на месте, а на некоторые специалисты дают ответы, изучив рабочие порядки. За несколько часов работы в селе Новый Индигит специалисты приняли порядка 10 пенсионеров. Ветераны результатами выездного приема остались довольны.